Господин, господин, доброе утро! Господи, доброе утро, да, что такое? Ставайте! Сегодня ваша сестра ждёт вас. Она сказала, что вы должны прийти более к десяти, а уже десять, поэтому поторопитесь. А, ладно, окей. И да, кстати, ребят, всем привет, меня зовут Скрэч, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ну и короче, ребят, как вы уже поняли, прямо сейчас я нахожусь в Ваканде. И мой слуга только что прибежал, разбудил меня и говорит, что меня ждёт моя сестра. Если честно, я понятия не имею, зачем она меня ждёт. Вот, я просто забыл об этом. Но, видимо, за чем-то важным. О, спасибо, спасибо, да. Она наверху, да? Ну, тогда погнали. Возможно, мне хотят дать какое-то задание или рассказать какую-то важную информацию. В общем, сейчас всё узнаем. Привет! А, доброе утро, братец. Скажи, пожалуйста, почему ты опоздал снова на 30 минут? Я, да, я, да, он меня задержал, вот этот вот. Наверное, потому что я тебя и к нему отправила. А, ладно, неважно. Ты знаешь, что у тебя сегодня коронация? Коронация? Блин, я совсем про это забыл. Это я сегодня королём стану. Да, но у нас появилась маленькая проблема. Король немножко занят, а мне нужно подготовить твой костюм. Не мог бы ты сходить на окраину города, и там снова контрабандисты пытаются вибраниум собирать? А, ну, нужно расправиться с контрабандистами, я понял. А, у меня ж ни костюма сейчас нету ничего. Чем мне сражаться-то? Во-первых, ты сильный, независимый и как бы накачанный. Возьми меч в руки и задаем. А где мне меч найти? Альфред, выдали ему меч, пожалуйста. Я вот никогда не мог понять, что у тебя глаза? Вот это коричневое или вот это чёрное? Это очки. А, точно очки, я совсем про это забыл. А вам, может, булаву? Булаву? Можно булаву, давай. А, ну тогда вот вам алмазная булава. Балдёж. Так, на окраину города, там пытаются контрабандисты свистнуть вибраниум. Короче, мне нужно их просто обезвредить, да? Да. Альфред, пройди с ним, пожалуйста. Later. Ну что ж, ребят, вот мы уже и на окраине города, и вот эти те самые контрабандисты. Короче, нужно с ними разобраться, чтобы побыстрее получить свой костюм. А ты что тут вообще стоишь и не помогаешь? Ой, господи, они уже на меня набросились. Альфред, помогай. Это принц. Я вам помогу. Так, я возьму на себя троих. А куда троих тебя расколбасят? Ой, господи. Глупый слуга. Так, ладно, давайте уже быстрее расправимся с этими молодыми людьми. Воруют они тут вибраниум, офигели вообще. Ты, ты, вылазь отсюда, тебя сейчас расфигачат. Я усиленный. Я понял. Ну ладно, допустим. Господи, они тут вообще заполонили всю нашу шахту, в которой мы собираем вибраниум. И выращиваем его, это вообще не дело. Пошел отсюда. Нифига, их тут что-то дофига. Это просто потому, что они слишком богатые. Не понял, а какая разница, богатые они или нет? Наш вибраниум немножко украли, правда. Не знаю, где его найти. Но он в целости и сохранности. Все четко. Соберем. Тебе еще булаву этой голову проломить, что ли? Ладно, ладно, ладно. Быстро домой надо идти. Госпожа сказала сразу идти в тронный зал. А, сразу в тронный зал. Ну ладно, тогда пошли в тронный зал. Главное, что мы зачистили местонахождение вибраниума. И все теперь в порядке. Мой господин, вы готовы? А я готов. Гранации, господи, это же прекрасно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мой сын, день, когда ты родился, я знал, что ты станешь королем. Ты готов принять ответственность? Да, конечно, я готов. Вот этот костюм, все, мне его можно надевать уже? Ну и перед этим поблагодари свою сеструшку за то, что она делала для тебя этот костюм прям неубиваем. О, балдеж, спасибо, спасибо. Я могу его забирать, да, 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 да. Угу. О, балдежненько, забираем гася. Опа, на, все, костюм теперь мой. Ой. Господин, вам нравится? Да, конечно, нравится. Но, сын мой, перед тем, как доказать, что ты король, я верю в тебя, потому что ты мой сын. Но народу нужна правда, истина и доказательства. Господин! Да тихо, не перебивай, что ты? Отойди, подожди, тут важная информация какая-то. Горилла вызывает вашего сына на дуэль. Вот и шанс. Сын мой, прими вызов. Докажи, что ты сильнее горил. Понял, сейчас докажу. Так, хорошо, это мой шанс доказать, что я крутой. Пойдем, ты будешь моим болельщиком. Я и без этого могу болеть за вас. Ну, раз уж вам хочется, ну, а еще у вас прикольная сальтуха. Эээ, это кувырок, а не сальтуха. Ну да ладно, неважно. Так, куда нам идти вообще, где этот горилла? Горилла вот в той стороне. Господин, господин. Да подожди ты, что ты такой быстрый так, господи. Опа, 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 я уже вижу, я уже вижу его. Зачем он, интересно, вызвал меня на дуэль? Надо бы активировать свои КГ-точки. Так, все, я готов, я готов с ним сражаться. Он хочет стать королем, как и вы. Он что, офигел, что ли, это вообще-то мое призвание? Ээ, слышь, горилла-мен, давай-ка мы с тобой. Иззеваю тебя на бой, понял? Я тебя ушатаю, как только ты встал на этот поступь. Ты меня ушатаешь? Я разнесу тебя 13 колен и 1 тычка. Копье тебе знаешь куда? И сделаю тебе, о господи, мое хп слишком уменьшилось. Нет, стой, слышишь, мне только не делай этого. Что такое? Ладно, нет, я ушатаю тебя, понял? Ты что, куда за пределы арены? Вот, все. Вы победили, поздравляю. Да, на самом деле, это было максимально просто, даже не почувствовал. Ой, на, забери легкие. Это легкие гориллы? Нет, легкие одного из налетчиков на вибраниум. Ну, и просто устали в моем инвентаре лежать. Король вас ждет. Так, все, окей, тогда отправляемся к королю. И там уже будет все четенько. Я, наконец-таки, докажу отцу, что я достоин. И получу, получу свою корону, которая мне поистине нужна. Господи, классно, что я могу карабкаться по всяким стенам. У вас есть когти, кошечки? Спасибо, капитан Очевидность. Ты мне дверь лучше открой. Здравствуйте, отец. Здравствуйте, сестра. Я победил гориллу. Прошел первое испытание, а теперь тебе нужно доказать обычным смертным, что ты что-то значим и ты силен. Отправляйся в смертный мир, будь им полезным. Докажи, что ты лидер и ты сильнее их. Понял, то есть мне нужно как-то им помочь, для того, чтобы доказать, что я еще и в том мире могу что-то делать, да? Для наших жителей можешь принести какой-нибудь артефакт сильный, чтобы доказать, что ты совершил какой-то подвиг и все такое. Артефакт. Так, а какой артефакт? Ну, что-нибудь, что сильное. В катакомбах, подземельях, что-то дорогого. И что-то в музее. Понял, какой-нибудь секретный артефакт спереть. Понял, принял, обработал. Это будет несложно. Альфред, дай ему карту. Вот ваша карта. С помощью этой карты ты можешь найти путь домой. Ну, я, брат. Тогда я отправляюсь, Альфред. Тебе придется остаться здесь, ты же это понимаешь. Да. Так что, сиди здесь. Я отправляюсь. Надеюсь, все пройдет без происшествий. И я прямо сейчас отправляюсь в самый-самый обычный мир. Опа-на. Я в каком-то болоте. Видимо, мне нужно идти как раз-таки туда. Возможно, там требуют помощь или что-то по типу этого. Короче, погнали. Так, окей. Надо будет, кстати, ограбить кузницу еще, почему бы, собственно говоря, и нет. Так, и надеюсь, я встречу здесь... О! О, привет! Косплеер? Я, я настоящая черная пантера. А, ну, это прикольно. Ну, вы все, по сути... Я правда настоящ... Вот скажи, косплеер может вот так вот? Или, или, или как-нибудь, как-нибудь вот так вот? О, ты высокоуровневый косплеер, прям подготовился. Молодец. Ай, господи. А косплеер может... А тебе надо, парень. Косплеер может вот... Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, у меня еще какоточечки, видишь? Смотри. Я бы на твоем месте постриг ногти, чувак. Типа, это такое себе. Я не... Ай, господи. Ладно, косплеер вот так вот может. Молодец, чувак. Ну, зачем ты... Ну, стекла-то зачем было выбивать? О, ё-моё. Я доказал, что я не косплеер. Разве косплееры могут так высоко прыгать? Вот что... Да, ты не косплеер. Ты полоумный какой-то, господи. Хватит использовать всякие побрякушки на мирных жителях. Вообще, слышь, если будешь много выпедриваться, староста деревни, тебе знаешь, какую аренду плату загибнет? Я вообще не с этого мира, ты понимаешь? Я при помощи карты, вот этой карты Ваканды, прибыл на эту землю, чтобы помочь. Если хочешь помочь, это не ко мне это, вон к старости иди. К старости, а? Ну, ну ладно, лесник какой-то стоит. Ой, что-то я вам все стекла повыбивал. Ё-моё. Ничего, ничего, ты же из Ваканды, все вы там богаты. Заплатишь, новую деревню купишь. Да-да-да, я знаю о вас. Ой, господи. Так, это вы, вы, вы староста деревни? А, это я староста деревни, да, что вы хотите, мы вам деньги должны. А что у вас за маяк, вы можете сказать, такой красивый торчит? А, ну мы просто звали Бэтмена. Кого звали Бэтмена? А, да, ну он же типа там лучшего в небо, все такое. Эх, господи, он не так призывает. Эй, ладно, неважно, кому я объясняю. Я Черная Пантера, и я готов помочь вам. Ну, прикольно, вам выплатно? Я бесплатно помогаю. Прикольно, тогда, слушайте, у нас есть маленькие проблемы. Блин, у нас по ночам зомби приходят в деревню, убивают нас. Зомби, так это, это ж Майнкрафт. Здесь зомби всегда ночью приходят. Не, 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 проблема в том, что зомби приходят прямо с нашего кладбища. То есть это те жители, которые жили когда-то в нашей деревне, и теперь идут прямо по нашу душу, чтобы мы жили с этими жителями в той же самой кладбище в этой деревне. Чего, блин, ничего не... То есть зомби выползают прямо с кладбища, что ли? Ну да, они ж там похоронили. А, я понял, так, ладно, я тогда отправлюсь на кладбище, посмотрю, что там да как. Может, что-нибудь придумаю и смогу сделать. Ой, ну тебе еще пять часов до ночи ждать, так что удачи тебе, парень. Советую, кстати, найти какую-нибудь маленькую комнаточку, поселиться там, поспать можешь. Да ладно, так уж и быть, можешь еще пшеница себе на хлеб взять. О, морковку, морковку, надо стыбзить морковку. Парень, парень, это, собери мне морковку, я не хочу костюм пачкать. Ты что, офигел, что ли? Еще раз так скажешь, ты тебе, знаешь, что с твоими когтями сделаешь? Сразиться хочешь, что ли? Да я же черная пантера. А я админ на этом серваке, так что не выпендривайся. Ладно, расскажи мне, где тут можно домик какой-нибудь взять, чтобы переночевать? Да любое, где двери нету, просто иди дверь какую-нибудь поставь и не парься. А можно там, где дверь есть? Она занята тогда, получается. Где двери нет, тот усвободен. А где окон нету, там свободно? Эй, эти окна разбил, алло. А, блин, точно, так, короче, не пудри мне мозги, окей? Я тогда пережду в этом домике, а лучше на домике. Ты только там прохлажаться будешь, там уже зомби встали. А, уже зомби встали, и что, они прям с кладбища выползли, что ли? Уже в деревню зашли, чувак. Ё-моё, так, нужно с ними расправиться, где мои каготочечки? Вот, достаем каготочечки и кромсаем их. Пошли отсюда, ты просто будешь смотреть рядом ходить, да? Ну, я попкорн нашел. Это не попкорн. Да иди ты уже, выполняй задание, господи. А, ладно, точно, точно, так, а ну, зомби, пошли отсюда. Откуда у вас здесь столько взялось, господи? Нифига их много. Так, ладно, энергетический удар. По-моему, я еще раскатал этого паренька. Ну, да ладно, неважно. Разберемся с последними зомби. Фух, так, вроде со всеми разобрался. О, привет. Мы тут поговорили со старостью. Наверное, все-таки во второй раз, когда добил все остальные стекла, все-таки тебе придется новый стеклопакет и нам купить. Я могу подарить вам алмазную булаву. Она стоит очень много миллионов. Прикольно, как минимум полдолго ты оплатил. Куча алмазных блоков в одной... Ой, ладно, неважно. Так, окей. Откуда-то отсюда лезут зомбаки. Откуда они могут лезть? Здесь просто пусто. О, сундук какой-то. А ну-ка, давайте посмотрим, что тут. Аааа, голова свиньи, все фигня. Так, ладно, это не то, что нам нужно. Откуда могут лезть зомби? Да, они еще и в домиках тут попрятались. А ну, пошел отсюда. А ну, пошел отсюда, я сказал. Так, разобрались. Ты просто будешь подсматривать за мной, да? Ну, мне скучно, как бы интернета нет. Что ты руки на меня взвесил? Ты так не умеешь, я только так умею. Так, ладно, неважно. Так, а в этом домике тоже какой-то зомбачок. Подождите, здесь какой-то спуск вниз. И куда он ведет? Ладно, допустим, давайте спустимся. Возможно, он ведет в какое-то прекрасное место. Но это не точно. Мне все-таки... Опа-на. Нифигасе. Здесь, значит, голова скелета, голова крипера, череп скелета из сушителя и... И пусто. Здесь чего-то не хватает. Это подозрительно. А, точно, и головы зомби, блин, не хватает. Головы зомби не хватает. Именно поэтому, походу, зомби и лезут. Лезут не скелеты. То есть, если бы здесь не хватало головы скелета, то лезли бы скелеты. Так, все, в принципе, все логично. Тогда я предлагаю выбраться и придумать, откуда можно забрать голову зомби. Хотя, знаете, ее, походу, кто-то спер. Потому что, по логике, она здесь была раньше. Хм, это очень странно. Нужно у кого-нибудь спросить об этом. Так, ладненько. Но староста деревни вряд ли что-то об этом знает. Потому что тогда бы он меня не просил помочь. Э, паренек, паренек, ты чинишь окна? Ну, вообще-то, твою задачу выполняю. Так что давай, помогай мне это делать. И что-то там хотел спросить. Я вообще-то тут ваш мир от зомби спасаю. Ага, и еще дырки от стеклопакетов. Давай, это, бери стекла и вставляй. Я виноват, что когда я делаю вот так вот, то все стекла вылетают. Что ты делаешь, чувак? Ну, господи, нельзя. Я только вставил то стекло. Причем, свой песок трачу на это. А, то есть, алмазную мою булаву ты сам спер, да? Продал и пришлось купить стекло. А ты не знаешь, куда пропала голова зомби? Не знаю, ну, может быть... Ты вообще знаешь, что находится под вашим кладбищем? По сути, там ковырялись лесорубы в последнее время. Ага. Но они очень быстро оттуда свалили. Причем, ну, они недавно появились. Вон они в кузнице обосновались. И вот продают оттуда деревья, которые рубят в лесу. Понял, спасибо большое. Ща я тебя как-нибудь... На, покушай морковки. Я отблагодарю тебя. Да, здравствуйте, здравствуйте. А, что? Ай, да я хотел спросить. Мне тут птички напели, что вы слышали что-то о голове зомби, которая находится под кладбищем. А, зомби какой зомби? Нет, я не зомби зомби. Зомби, зомби. Давай, там везде постоянно ставимся. Значит, наступает так зомби везде. Так, чё-то какой-то ты подозрительный. Ты точно говоришь правду? Да, конечно. А если вот так вот, ноготочками? А, вам бы на маникюр сказать. Ну, слушай, мне сказали, что вы там были. Вы там были? Нет. А, то есть не хочешь по-хорошему? Ну, тогда получай. Надеюсь, он оклемается. Ну, если оклемается, я бы ещё раз головой огребу. Да, не надо. Да, хватит, угомонитесь. Да, были мы там. Мы, это, случайно башку какую-то тёрнули. Но мы её случайно утащили. Куда вы её утащили? Блин, из-за вас в складбище зомби ползут. У нас возле нашего лагеря тоже такая же фигня стоит. Там головы не хватало, нужно было вставить. Так, хорошо, а где ваш лагерь вообще находится? Рисун. Ты, паренёк, ты пойдёшь со мной? С попкорном я ещё не закончился, могу посмотреть. Это мясо, это, это не попкорн. Мясные чипсы. А ты, блин, полежи, короче. Ладно, всё, погнали, нам нужно в лес искать лагерь. Я в другую сторону. А, ты знаешь, где лагерь лесорубов, что ли? Каждое утро начинает в своём вон в той стороне. А, всё, я понял, тогда мы бежим туда. Так, 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 кого я вижу? Я вижу лагерь лесорубов. Ты, ты готов? Ну, да, я достал чипсики, давай, кушай. Йуху, нифига себе, вот этот прыжок. Здорово, мужики. Да, да вы чё? Анимешник, варите его. Как ты меня назвал? Да я ж тебя сейчас огре... Работаю. Я, наверное, соберу их всех в кучу и сделаю супер удар ваканты. Давайте, давайте, идите сюда, лесорубики. Офигели. Варите его, это косплееры. О, вот это осуждаю ваши высказывания, поэтому получайте. О, ты тебя почему не зацепила волной? Ой, господи, самый сильный, что ли? Я ж тебя загрызу. О, всё. И, кстати, я заметил, у них тоже чё-то зомби тут немножечко ползают. Но надо с ними тоже разобраться. Вы, вы, может, пойдёте на сотрудничество? Расскажите, где, где вы спрятали голову? Мы брутальные лесорубы с анимешниками не работаем. Какими анимешниками даешь? Ой, господи, просто пытаюсь узнать, где находится голова, которая... Так, вроде все лесорубы закончились. Чё у них тут есть? Крова, чё-то непонятное. Так, допустим, да... Ага, ты здесь что-то охраняешь. Хитрый-хитрый лесорубик. Так, ё-моё, нефиг... Вот они, вот они, головы зомби. Я и вселианы почистил заодно. Чётенько, так, голову по-любому нужно свистнуть. Так, голова зомби, всё прекрасно. Это ещё чё такое? Артефакт! Точно, меня же просили принести артефакт в мой мир. Ты, ты понимаешь, я, я нашёл голову зомби. Пора отсюда сваливать. Пойдём быстрее. Потому что скоро, ай, в вашей деревне начнётся зомби-апокалипсис, если не вернуть эту голову туда. Вот эту? В, в, вот эту, которая у меня в руках. А, ну так возвращай, чё стоишь-то? Я пока пойду покушаю. Вот эту, в, в, вот эту. Так, ладно, а вот как раз-таки кладбище, и нужно срочно... Так, голова на месте. Вот это вот здание. Спускаемся вниз и возвращаем голову на место. И бац! Я вернул всё на место. И теперь, по логике, не должно быть никаких зомби-апокалипсисов. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, пойдёмте обрадуем старосту деревни. Или старейшину стар... Почему староста? Да я чё знаю, что ли. Вообще, тут живу уже два дня всего лишь. Поэтому я пошёл стеклопакеты ставить. А, ну иди ставь тогда стеклопакеты, а я пойду к главной. А, или главному. Здрасте, я, это, вернул голову зомби на место. И спасибо большое. А чё за голова зомби? Короче, у вас под кладбищем есть определённые, а, эти, талисманы. И там украли голову зомби с талисманой. Я её вернул, и теперь, по логике, должно быть всё щикарно. Блин, а мы даже не знали. Надо будет. А можно же было просто убрать этот склеп, да? Эээ, ну мне кажется, всё равно у вас бы спавнились зомби. Спасибо, вы спасли нашу жизнь. То есть я сделал доброе дело, всё, я молодец, да? Мне кажется, да. Всё, понял, тогда я отправляюсь в обычный мир, старый мир, в Аканду. До свидания. Ну что ж, ребят, я, наконец-таки, добежал до своего дома. И теперь нам нужно отправиться в тронный зал. Для того, чтобы мы, наконец-таки, получили корону. Интересно, эээ, где тронный зал? Чё, я потерялся уже как-то. А, вон, вон, всё, я нашёл, я нашёл то здание. И нам нужно прямо сейчас отправляться туда. Так, а почему дверь открыта? А чё тут разбойники делают? А ну пошли отсюда быстро. Ээ, ты, ты, ты чё тут делаешь? Зачем ты вернулся? В смысле, почему я уходил, чтобы доказать, что я достойный? А ты чё тут делаешь? Я горилла, новый король. Кого? Какой новый король? Вообще-то я новый король. Я победил короля, и теперь я король. В смысле, победил короля? Ты чё, офигел побеждать короля? Я понял, заместо того, чтобы звать тебя на поединок, я могу позвать поединок настоящего короля. Слышишь, ты, я сейчас тебя уработаю и стану королём, ты это понял? Попробуй. Фу, да это будет изи. Так, активируем вот это, вот это, вот это и вот это. И последний удар. Вот такой. Это было изи? Вот так-то. Всё, теперь я новый король Ваканды. Вы победили меня, теперь я передаю вам разные правления. А, ну окей, тогда теперь я, чёрная пантера. Ваша сестра в безопасности, ну отца, к сожалению, мы не смогли спасти, поэтому теперь вы король. Ха, так, кстати, артефакт передайте сестре, пусть она чё-нибудь с ним сделает, и ладно, ребят. Я думаю, на этом можно закончить этот безумный крутой выпуск. Сегодня я прожил жизнь чёрной пантеры от рождения до смерти. Если вам понравился данный выпуск, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Ричи и Скрэйч, всем удачи и всем пока. И горилла. А, да, и горилла была, да.